Мы занимаемся разным типом проектов. У нас есть проекты аутсорсинговые, есть проекты сервисные, есть проекты продуктовые на текущий момент. И, соответственно, любой руководитель проекта, он, кроме того, очень часто еще выполняет роль функционального руководителя для команды, которая занимается работой. Соответственно, поскольку у нас есть сервисные проекты, у нас есть проекты долгого цикла. То есть, например, с некоторыми заказчиками мы работаем уже на текущий момент более пяти лет. То есть более пяти лет одна команда успешно пилит продукты для какого-то конкретного заказчика. Ну и, соответственно, здесь возникает очень много вопросов по тому, как работать с командой, как команду оставлять в тонусе и как выстраивать взаимоотношения с заказчиком. И перед тем, как перейду к следующему слайду, я хочу спросить вас, вот сколько здесь сейчас осталось менеджеров проекта? Сколько из этих менеджеров люди с техническим бэкграундом? Бывшие разработчики. Насколько вам помогло то, что вы были техническим разработчиком на текущий момент? Ну это здорово. На самом деле, вообще говоря, мне в какой-то степени повезло. Я начинал как системный администратор, потом у меня был опыт работы на консалтинговых проектах. То есть я был, в принципе, консультантом, человеком, который стоит с обратной стороны от разработчика и заставляет его работать. И кроме того, был разработчиком. На текущий момент я являюсь менеджером проекта. Но очень часто на форумах, особенно посвященных вопросам управления проектами, ведутся холивары по поводу того, кто же такой руководитель проекта. Большинство людей сходит во мнении, что это технический специалист. Хороший такой, крепкий технический специалист, который вырос руководителем проектов и продолжает пилить систему. Но здесь как бы есть несколько подводных камней. Да, в определенный момент любой технический специалист приходит к выбору, кем ему быть дальше, менеджером или профессионалом. Хорошо, если он сам осмысленно делает этот выбор. Я этот выбор сделал не сам и не осмысленно. В один прекрасный момент ко мне подошел руководитель отдела и сказал, вот тебе подписанный договор, вот тебе подписанный план график, вот ты теперь руководитель этого проекта. Да, поздравляю. Здесь было все хорошо в плане того, что большинство работ зависело лично от меня, и поэтому в принципе как бы больших проблем не было. Я как бывший технический специалист, ныне менеджер проекта взял всю работу на себя и проект успешно завершил. А параллельно с этим, опять же, мне здесь подложили еще одну такую же свинью, тоже подписанный план работ, и сказали, вот тебе план работ, вот уже все согласовано, у тебя нет времени на то, чтобы что-либо прочитать, потому что сегодня вечером ты должен лететь к заказчику, потому что у нас горит срок, и мы у заказчика всей командой должны быть завтра. Но мы всю команду не успеваем собрать, поэтому завтра там будешь только ты, а команда приедет к тебе через два дня. То есть такие ситуации тоже бывают, но тем не менее нужно опять же четко понимать. Много-много говорили, что мы можем разделить зону ответственности. Это все круто, все зашибись, но на самом деле нужно четко понимать, что перед заказчиком и перед руководством вашей компании за результаты проекта отвечаете лично вы. Ни аналитик, ни разработчик, ни тестировщик, никто из них вашу ответственность не снимет за результат, конечный результат проекта. В соответствии с этим, я по крайней мере стараюсь на себе выполнять следующие функции вести. Обеспечение качества продукта проекта, обеспечение рабочих условий для команды, взаимодействие с заказчиком и другими заинтересованными сторонами. У меня вопрос, кто скажет, что такое качество продукта? Каким? Еще какие варианты? Это все замечательно, когда мы берем документацию, берем книжки, написанные умными разработчиками, умными аналитиками. А на самом деле, даже если у вас есть ТЗ, в который заказчик написал, перечислил весь функционал, который он хотел получить, плюс при желании, если он вспомнил, включил нефункциональные требования, которые он обычно забывает на этапе формирования ТЗ. Это все берем и пользуемся, берем и пользуемся, большое вам спасибо. Простите, пожалуйста, у меня тоже 20 минут на выступление. Тем не менее, тем не менее, кроме того, даже если это все прописано, и вы сделали систему в рамках требований, очень часто бывает ситуация, особенно когда мы делаем по водопадной модели проект, потому что считаем его достаточно динфоминированным, что заказчик ожидал не совсем то, что он хотел. У меня есть такой заказчик, для которого мы в конечном счете допиливали систему еще месяц после того, как должны были ее сдать. Да, там это наша проблема, наша проблема с работой требованиями, но тем не менее, она была. Потому что на этапе сбора требований все-таки не были учтены определенные требования, и мы со своей стороны в какой-то момент завысили его ожидания от того продукта, который он получит. Мы сами ему включили тот функционал, который ему был в принципе на тот момент не нужен, и он мне не хотел. Из-за этого мы уже потом дальше не могли сдать систему. Ну, просто чтобы это было не абстрактно, мы ему просто включили возможность управления конкретными USB-портами на компьютере. То есть достаточно такая задача, которая в принципе технически нереализуема, но в общем, это наш был косяк, скажем так. Но тем не менее, когда мы говорим, что мы являемся руководителем проекта, да, у нас работают аналитики, да, мы им даем эти задачи, да, они с нашей подачи ковыряют систему, но тем не менее, что мы говорим заказчику, что мы ему обещаем, это делает руководитель проекта, не аналитик. Только если руководитель проекта дал добро, сказал, что да, такая реализация, возможно, она будет, аналитик, технический специалист, сказал, да, мы это потом будем сделать, будем делать для вас. Организация процесса управления требованиями. Именно здесь мы определяем, каким образом мы работаем с изменяющимися требованиями. Потому что это миф, что на ватерфолле требования не изменяются. Это неправда. Даже если у нас домен детерминированный, требования у заказчика изменяются, они эволюционируют. И дело в рыночной конъюнктуре, и дело в том, что вы ему предоставляете на этапе сдачи. Соблюдение проектных метрик. Никогда вы не заставите ни заказчика, ни вашу команду оценивать проектные метрики, TKPI, которые вы закладываете. Точность оценок, о чем сейчас говорилось, соотношение расходной и доходной части бюджета проекта и так далее и так далее. Это все также является обязанностью руководителя проекта. И проведение аудитов качества на проекте это не обязанность абстрактного QA-отдела, который в одних подразделениях есть, в других его нет. У нас в компании есть свой QA-отдел. По идее, это их обязанность. Но если руководитель проекта не инициирует аудит, аудит проведен не будет. Хотя в обязанностях QA-отдела стоит, что они там с определенной периодичностью должны проводить аудит качества на каждом из проектов, проверять соответствие проектной документации условиям договора, как все хранится, как организован доступ, проектная конфигурация и так далее. Тем не менее, они этого не делают. Ну и в итоге, ту картинку мы не будем показывать, ее так уже все видели и знаем. Просто я что хочу сказать. Вот я здесь специально написал PimBook и Prince2. Это две методологии управления проектами в принципе, в общем, без привязки к какому-то конкретному домену. И очень хорошо, если вы все-таки знаете, хоть какую-то из этих методологий. Потому что многое, о чем сейчас говорили, оно в принципе выкладывается, взять методологию любую, расписать, оно укладывается в то, что там написано. Но при этом, как в программировании, у вас есть базовое понимание, например, объектно-ориентированное программирование. А сверху уже у вас лежат технологии, которыми вы пользуетесь. Вот так же и здесь. Вот это вот база, а вот это вот то, чем вы пользуетесь в своей работе. Это уже методологии применительно к какому-то каждому конкретному проекту. И еще четко нужно понимать, что ни PimBook, ни Prince2, ни все семейство Agile, ни Scrum, это не какая-то методика, которая сделает ваш проект успешным. Это набор лучших практик. Но как их применять, зависит только конкретно от вас, от вашей команды, от вашего проекта. Вот Prince2, чем мне нравится, например, по сравнению с другими методологиями, там прямо отдельно написано Tailoring, Tailoring, Tailoring. Вот вы взяли его и кромсаете так, как вам нужно, под ваши конкретные условия. Вот не используется эта роль, убрали. Используйте это, используйте. Обеспечение рабочих условий для команды проекта. Опять же, вот у кого по-честному развернуто и правильно описано, и достаточно по-вашему описано конфигурация проекта? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Конфигурация проекта это хранилище проектной документации, где оно, как оно, кто имеет туда доступ, какие документы. это система управления версиями, кто это делает, continuous integration, continuous deployment, если у вас это используется, и так далее, и так далее. То есть каждый объект это отдельный CI. Task CI, bug CI, test case CI, и так далее. И все, можно в принципе там посмотреть и определить правила, должны ли мы привязывать контроль версии к этим объектам или нет. Ну, то есть опять же, depends on, как говорится. Test case, да, баги, естественно, нет. Они не под контролем версии. Но они, тем не менее, должны быть зарегистрированы, чтобы мы их знали. Определение подходов к ведению управления проектами. Опять же, хорошо, когда вы сами можете решить, какой методологии вы будете решать, вы будете использовать у себя на проекте. У нас есть несколько проектов, где просто заказчик говорит, вот этот проект мы ведем исключительно по скраму, этот проект вы ведете исключительно по waterfall, и так далее, и так далее. И все. То есть, вот, когда есть, мы сами решаем, основываясь уже вот на тех правилах, которые раньше были описаны. В каких-то случаях удобнее вести waterfall, когда у нас есть четкие требования, четкое понимание, что от нас хочет заказчик. Более того, я скажу так, что во многих ситуациях, когда мы работаем по аутсорсу, и когда нам заказчик выдает какой-то объем работы на реализацию, там абсолютно четко, вот хорошо можно использовать waterfall, потому что там практически четко понятен результат, который он хочет, и там никаких проблем не будет. Но вот, к сожалению, если мы говорим о любых проектах разработки чего-то, общаясь с заказчиком, то там вот есть вот этот момент неопределенности, неопределенности в требованиях, когда в принципе как минимум ранние стадии лучше запускать в режиме скрама, чтобы понять, что же конкретно нужно заказчику, собрать требования, сделать хоть какие-то прототипы. Выстраивание внутрикомандных отношений. Все люди должны слушать друг друга. У меня есть проект сервисный с зарубежными партнерами. Почему они партнеры? Потому что у них есть свой конечный заказчик, для которого они делают систему. И мы, по сути, просто предоставляем им людей. Но тем не менее, мы построили систему, когда, несмотря на такую распределенность команды, у людей есть ежедневные стендап-митинги, у людей есть ретроспективы, то есть полностью работают исключительно по скраму. Скайп, веб-камеры, и в принципе никаких проблем здесь нет. Более того, вот несмотря на то, что, естественно, мы все люди, нам кто-то нравится, кто-то не нравится, но вот в рамках команды вы, как руководитель, должны ко всем относиться одинаково. Нельзя так. Вот ты хороший, я, значит, буду тебе давать только интересные задачи, премии буду тебе выписывать, а ты плохой, ты будешь у меня сидеть только на поддержке. Все должно быть равномерно. Никто не должен чувствовать себя обиженным. Как только кто-то начинает чувствовать себя обиженным, у вас начинается разбалансировка команды, и у вас начинает просто-напросто теряться производительность. Ну и мотивация проектной группы – это вообще отдельная вещь на самом деле, потому что на самом деле, как бы там ни было, и кто бы как себя не мнил руководителем проекта, у руководителя проекта очень мало средств материальной мотивации людей. Об этом нужно помнить. Не знаю, как в ваших компаниях, но, например, в нашей компании однозначно руководитель проекта не может выписать премию большую кому-то из разработчиков, потому что в любом случае конечное решение о премии принимает руководство компании. Но не ты и разговариваешься? Нет, у нас на Кипя все построено, завязано на общую корпоративную систему выполнения задач, работ, поэтому у нас даже такого нет. Более того, еще раз повторюсь, у нас есть сервисные проекты, где одна и та же команда работает более пяти лет, выполняя монотонные, похожие change requests, им очень надоедает делать одни и те же задачи на одних и тех же технологиях. И здесь единственный вариант мотивации людей – это пытаться ротировать команды, если это возможно, в рамках одного технологического стэка, ну, либо поручать дополнительные задачи какие-то, которые повышают, ну, другие навыки. Там, сегодня ты разрабатывал, давай вот сейчас вот тебе там три человека, там, подчинение студентов, теперь ты будешь, немножко их полидишь, будет немножко настанчество. Единственный момент, у нас компания все-таки, к нашему счастью, достаточно, ну, как из слова-то, maturity, ну, самообразованные люди, в общем, они нормально относятся к подобным вещам, никто особо не артачится, вот, и поэтому здесь, конечно, есть определенный, определенный плюс. Ну, и опять же, есть один простой момент, я лучше перейду сразу на этот слайд, очень часто вот заказчик вот чувствует себя вот таким вот ежиком в тумане, когда он не понимает, что происходит у исполнителя, потому что исполнитель либо ему вообще никак с ним не коммуницирует, особенно на waterfall проектах, ну, потому что, как бы, вроде мы требования собрали, о чем мне с ним, о чем мне с ним сейчас еще разговаривать, ну, мы же делаем работу, ограничиваются стандартными статус-отчетами. Как вы думаете, читает ли заказчик ваши статус-отчеты, даже если вы их присылаете ему раз в неделю? Смотрите, я могу, пока они составлены. И? Ну, если они составлены с интересным, каким можно. Смотрите, в большинстве случаев, четко понимают, что они доходят до заказчика, но он их даже не открывает. Это происходит не потому, что ему неинтересно, что у вас происходит на проекте, а это потому, что он понимает формальность этого действия. он понимает, что вы просто ему вот пишете. Поэтому здесь как раз один из моментов, это в любом случае вы должны его втягивать в разговор. Почему, как вы думаете, почему заказчик не может разговаривать с вами? Или он говорит, что я не хочу с вами общаться, но вы мне делаете, потом на этапе acceptance testing мы с вами, в общем-то, и поговорим о том, как хорошо вы сделали систему. Потому что вы разговариваете с ним на разных языках очень часто. Тут много разных ответов. Дело не в том, что он не хочет ответственность брать. Кто не хочет брать ответственность на себя? Генеральный директор, который заплатил деньги за эту систему у заказчика, я думаю, что он и так взял ответственность на себя, потому что он деньги заплатил. Если вы работаете с IT отделом, то тут дело даже не в том, что он не хочет брать на себя ответственность. Он ее не может брать на себя, потому что он не понимает, чего хочет от него биббосс. Непонятно сказал? Слушай, знаете, если биббосс платил денег и сказал Ивану, ты будешь от стороны заказчика за него отвечать. Ивану тоже, вы работаете, вы GM от стороны полутина, ему не хочет с дальнейшим работой брать. Ему гораздо больше будет еще что-то пойдет не так сказать, но вы бы нам вставлял проект, вы что-то там делали, мне о том ничего не говорили. Зачем мне ничего не вставлять? На самом деле тут вопрос, вот этот вопрос, он очень такой сложный, да, на самом деле, и неоднозначный. Вы в любом случае должны действовать по ситуации. У вас, вот мне в этом плане нравится как раз методология принц-2. В методологии принц-2 есть так называемый project board. это такая вещь, которая стоит во главе всего проекта. Сейчас буквально еще немножко. В этом project board есть три лица. Senior supplier это по сути представитель исполнителя, senior user это тот, кто будет пользоваться этим заказом и executive. Executive это кто-то из совета директоров. Ну, или генеральный директор. Вот. И в этой ситуации, если вы не получаете обратной связи от того лица, кто вам назначен куратором, вы вправе скалировать вопрос на более высокий уровень. Вправе? Вправе. Почему нет? У вас есть свое руководство, которое имеет право обращаться на этот же уровень той компании. Мы можем всегда искать оправдания, почему мы не эскалировали. Еще раз. Вот смотрите, не хотел касаться вот этих вот вещей, но тем не менее, есть определенные технические составляющие любого проекта. У вас должна быть определена модель коммуникации на вашем проекте. Коммуникации между вот вами, между вами и заказчиком. И у вас должно быть определено время, когда коммуникации курсируют между вами. Если вы написали руководителю проекта с той стороны, он не ответил вам в течение пяти дней, у вас должно быть все. Это все прописывается. Матрица эскалации. Понятно. Насколько он реализован в этой работе, он может формально строить эту работу? Может. Если он относится формально к этой работе, и вы это чувствуете, то есть вы поймите, вот тут вопрос даже не столько в том, насколько формально относится тот человек к этой работе, насколько формально вы относитесь к этой работе как исполнитель. Вот я что в себе пытаюсь искоренить, вот по-честному, до конца еще не сумел. И в принципе пытаюсь это же самое искоренить в команде. То, что мы очень часто себя противопоставляем заказчику и говорим он дурак, он козел, он не может нам вовремя ответить. И даже если руководитель проекта это не говорит прямую, да, при команде, но он этому не возражает, когда говорят об этом его подчиненные. У кого подчиненные ругают заказчика? В команде. Вы им при этом что-то говорите? Да. Что? Соглашаю. Я всегда спорю. Вот, молодец. Молодец. То есть на самом деле нужно четко понимать, независимо от того, по какой методологии вы работаете, вы делаете для заказчика что-то хорошее, что ему нужно. Если он сам не хочет этого, значит надо искать то лицо у заказчика, кому это нужно. Если не хочет это делать начальник IT-отдела, пусть они найдут человека, которому это нужно на их стороне, который заинтересован в этом. Такой достаточно общий, спасибо за то, что вы мне рассказали, но я пытаюсь обратиться к системе доклада, она называется «Науки современного руководителя», и мы досмотрели что-то, я не совсем наверное согласую, что современное здесь присутствует. Скорее всего было и раньше. Так чем от современного отличается? Вот если вы можете сказать, что вы однозначно всегда хорошо взаимодействуете с заказчиком, что если вы, ваш продукт сдается всегда вовремя с первого раза, что если у вас в команде нет недовольных людей, что если вы всегда с радостью встречаете любые изменения требований, даже если у вас waterfall, и даже если у вас завтра сдача user acceptance testing, то пожалуйста. нисколько проектов вам удалось сдать заказчику с первого раза? Садитесь, пожалуйста, я тоже не могу подробнее. вам за все время или за сколько? За последние пять лет 60%.